На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Серебро и бронза. Таков итог выступления сборной Беларуси на чемпионат Европы по боксу среди женщин. Турнир проходил в испанском Алькабендесе. Обе награды на счету гомельских спортсменок. До финала дошла Виктория Кебикова. В поединке за золото гомельчанка раздельным решением судей уступила турчанке Элиф Гюнери. 3-2. Бронзу выиграла Юлия Панасович. В полуфинале весовой категории до 54 килограммов белоруска уступила россиянке Карине Тазабековой. 1-4. После континентального первенства сборная Беларуси начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России в октябре. 15 голов Сергея Орловского не помогли. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» уступила в стартовом матче чемпионата Беларуси на домашнем паркете. Подопечный Сергея Цыганкова принимали столичный БГУФК СКА. Первый там остался за студентами. 15-19. После перерыва хозяевам переломить ход встречи не удалось. Единственный отрыв сократился до трех мячей. На табло после финальной сирены горели цифры 35-38. Самый результативный в составе гомельской дружины Сергей Орловский. На его счету 15 голов. То, что вратари ничего не помогают на сегодняшний момент, это однозначно. Нужно как-то менять взаимодействие защиты и вратарей. Вроде бы как и подходили на два мяча, имели атаку на один, получали тут же на минус 5, опять три атаки подряд. Спешка, неподготовленные броски, слабая реализация выходов, к сожалению, в первом тайме. Нужные мячи во втором тайме не забросили. Много потерь. Все, что сделали потери, это были обрезки. Сразу же обрезка шла в наши ворота. Следующий матч гомель проведет 4 сентября. Также на паркете гомельского дворца игровых видов спорта. Соперник СКА. Начало в 19.00. Без сюрпризов. Женская команда гонбольного Гомеля в первом поединке чемпионата страны задачу тренерского штаба выполнила на отлично. На старте дружине Тома Жачаттера в сопернике досталась Витебчанка. Борьбы, как и ожидалось, не получилось. Класс соперников слишком разнится. Хозяйке паркета позволили гостьям в первом тайме провести лишь 5 результативных атак. Сами же записали в свой актив 19 голов. После перерыва гомельчанки оборотов не сбавили и продолжали бежать в атаку, выполняя тренерскую установку. Как результат, во втором тайме Витебчанка получила в свои ворота 28 мячей. Ответили гости с шестью точными бросками. Ниток поединка 47-11 в пользу Гомеля. 8 голов в командную копилку положила Наталья Котина. Она самая результативная в рядах хозяек. С таким соперником, конечно, надо очень серьезно подходить, не расслабляться, потому что в таком состоянии можно, не дай бог, где-то травму получить, сосредоточиться. Тем более, это первая игра чемпионата. Надо было показать, что у нас коллектив, команда готова к бою, к сезону. Пошли, девушки, то, что я хотел, серьезность. Это самое главное. И целых шесть минут бежать. Это поручилось, поэтому каждые по 15 минут поменяли угли. Да, не теряем скорость. Центральный всегда меняет целую игру. И поэтому так будем в этом сезоне играть. Просто бежать. И хорошая защита, и контратака. Следующий матч Гомель проведет в среду, 4 сентября. А также дома соперник БНТУ-2. Начало в 17.00. Гомель упускает победу на последних минутах, а Славия проигрывает. Состоялись поединки 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Мозырьская Славия принимала у себя лидера чемпионата Брестская Динамо. В стартовые 15 минут зрители на трибунах стадиона «Юность» увидели три гола. Открыли счет гостей усилиями Нехайчика. Через две минуты Петренко восстановил паритет. Правда, вскоре все тот же Нехайчик вновь вывел брестскую дружину вперед. На старте второго тайма цифры на табло вновь сравнялись, отличился Рожков. По истечении часа игры «Динамовцы» опять повели, забил Лаптев. В точку в матче в добавленное судей время поставил Хабленко. 4-2 победа «Динамо». Славия сохранила за собой 10-е место в турнирной таблице. Гомель дважды вел в счете по ходу поединка против Ислыча, однако не смог победить. Первый гол соорудило трио зелено-белых Глебко, Шрамченко, Гультяев. Первый навесил, второй сбросил головой, третий головой же переправил мяч в ворота. Гости ответили, спустя три минуты уже Макас отличился удачной игрой на втором этаже. На 75-й минуте очередной гол в свою копилку добавил лучший бомбардир чемпионата. Квашук реализовал назначенный за фолл против себя же пенальти. Сохранить победный счет зелено-белым не удалось. Ян Сане на 89-й минуте уравнял цифры на табло. Гумель после 20 туров на 13-м месте. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.